Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой виде канал снова! Меня зовут Юлия Апрелл, и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о моих покупках за прошлый месяц, месяц апрель, даже не верится, что уже, если честно, месяц май. У меня день рождения в мае, я близнецы, и мне кажется, когда ты понимаешь, что вот-вот настанет твой день рождения, как бы уже год прошел, это заставляет задуматься тебя, что время очень сильно быстро летит. Я готова, наверное, к тому, чтобы мне исполнилось 26 лет, это какой-то новый уровень, тебе же скоро 30, и ты такая, о боже, такое отступление большое. Если вы близнецы, то знаете, месяц май это наш месяц, ваш месяц, поэтому сделайте все, что вы хотели, потому что это тот месяц, который дает вам большое количество энергии, такой прилив энергии, которого нет в любые другие месяца. Так вот, мне кажется, в прошлом месяце у меня было чуть больше покупок косметических, чем в любые другие месяца, что неудивительно, потому что у нас была распродажа в Сифоре, и, соответственно, если вы любите косметику, то нельзя устоять перед этим предложением. Поэтому сегодня мы поговорим с вами обо всем, что я попробовала в прошлом месяце, и я скажу вам, стоило ли это своих денег, или я, ну, наверное, не очень рада, что я купила это. И еще бонусом станет то, что я покажу вам еще парочку моих новых покупок из Сифоры, я сделала заказ в последний день распродажи, потому что я поняла, что есть еще парочка товаров, которые меня реально заинтересовали, поэтому будет интересно, ребят, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, если еще этого не сделали, но мы начинаем, поехали. Итак, когда я проводила ревизию в своем косметическом гардеробе, я вдруг поняла, что у меня сейчас огромное количество разных тональных основ скопилось, то есть я покупала, 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 и потом я такая, вау, сколько их много. Конечно, я пользуюсь ими каждый день, в зависимости от нужд моей кожи, от того, насколько я хочу, чтобы мой макияж был либо прям таким плотным, либо более легким, хотя, понятное дело, сейчас тенденция идет на такой более легкий макияж, естественно, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, поэтому я хочу поговорить с вами об этом тинте от Fenty Beauty, я на него делала обзор буквально за день до начала апреля, ну, в общем, я о нем не сказала ничего после того обзора, как мне кажется, и мне этот тинт, надо сказать, нравится, это неплохой тинт для вот повседневной носки, и самое смешное, это то, что я начала ловить себя на мысли, что мне хочется использовать этот тон каждый день. Это не скроет, опять же, какие-то невероятно большие недостатки, а именно там какой-нибудь прыщ, например, или след от прыща, нет, но как тинт на каждый день, он очень даже хорошо выполняет свою задачу. По-моему, на втором или третьем месте здесь у нас имеется диметикон, и когда я делала обзор, я сказала, что это не так хорошо, ну, потому что это диметикон, это как бы жидкий силикон, и мне кажется, что из-за этого силикона жидкого, мои поры, они как будто бы не так видны, но, опять же, я не прям каждый день пользуюсь этим тинтом, просто вот из-за того, что состав, он не такой skin friendly, вот, но, да, она реально сделала реально классный продукт, и многие, кто попробовал его, кстати, многие купили на распродаже этот тинт на сифоровской, и многие сказали, что да, это очень хороший продукт, это прям в тренде сейчас, и мне кажется, он стоит ваших денег, если вы не против диметикона на эндом месте в этом продукте. У меня, кстати, этот оттенок номер 4. Далее, конечно же, я не могла пройти мимо этого тона от KVD Beauty, ее Good Apple Foundation, я сегодня накрашена этим тоном, и я поймала себя на мысль, опять же, что я использую его только для съемок, в дни, когда я знаю, что я не буду активной, в плане, там, не знаю, пойти на пляж, пойти в парк аттракционов, потому что этот тон имеет свойство сползать с вашей кожи, и мне это очень не нравится, ну, опять же, вы можете закрепить это пудрой, ой, у меня тут что-то тушь, я использую, кстати, тушь от Charlotte Tilbury, ее Pillow Talk, и всегда, когда я крашу нижние ресницы, всегда вот эти Panda Eyes у меня появляются, так вот, немножко отвлеклись от темы. Этот тон, он, вот, идеален для съемок, он идеален для фотосессий, но для повседневной жизни, когда у вас много активностей в вашей жизни, например, то этот тон, он может просто не выдержать испытаний всеми этими активностями, и поэтому он очень хороший именно вот для студийной съемки, как мне кажется. Плотный, это очень такой, я бы сказала, тон, который вы наносите его на лицо, и вы сразу видите плотность покрытия, мне это нравится, если вам нравятся плотные тона, то определенно, почему не попробовать бы и не найти его, где он продается еще. Меня очень раздосадовал тот факт, что после, я думаю, шести применений мы видим дырку в упаковке этого тона, то есть я не использовала его часто, то есть я использовала его когда как, и знаете, для тона за, ну, не такую прям маленькую цену, это как-то странно, как мне кажется. Честно, когда я купила его, мне казалось, что тут большое количество продукта, то есть видно, что, ну, как бы нормальное количество продукта там немало, но однако, может быть, я слишком много обрала его спонжем из упаковки, но он как-то подозрительно быстро показал мне дырку здесь, поэтому мне это не очень понравилось. Я бы, наверное, его купила еще раз, если бы нашла свой оттенок, если бы я знала, что мне вот нужен именно такой плотный тон для студийной съемки, но учитывая, что сейчас есть такое большое количество классных тональных средств, которые также отлично смотрятся в конце дня, даже после самого, я не знаю, активного дня, этот же тон, мне кажется, в нем было больше хайпа, и сегодня я зашла на сайт ее, и там на сайте всего лишь было три звезды из пяти, это о многом говорит. Поэтому, если вы спросите меня, стоит ли вам искать в интернете, где купить этот тон от KVD, я скажу, что, ну, если вы хотите попробовать, прям вот узнать, что за текстура, откуда весь хайп, то, конечно, но если вы прям ищите что-то вроде такого хорошего плотного тона, то на рынке есть гораздо, как мне кажется, даже лучшие текстуры, тот же NARS, их Radiant, что-то там, в такой стеклянной баночке, мне он очень нравился долгое время, тоже неплохой тон, тоже плотный, но он гораздо более стойкий на коже. И, кстати, мой оттенок здесь 0.15, Light 0.15, и это был один из самых светлых оттенков, когда я покупала это в Alty. Итак, давайте перейдем теперь к нашей следующей основе. Я приобрела, конечно же, Sephora Best Skin Ever, этот тон я тоже приобрела, потому что о нем многие говорили, и русские блогеры, и американские блогеры, и, насколько я помню, все отзывы были просто хвалебны о том, насколько эта тональная основа лучшая в мире, потому что так она называется, Best Skin Ever, то есть лучший скин когда-либо, и, я не знаю, может быть, это немножко не мой оттенок, хоть я была уверена, что это мой оттенок, у меня он называется 11.5P, и это как раз-таки светлый оттенок с розоватым потоном, это как раз-таки то, что я обычно приобретаю для своего, для своего лица, и я была уверена, что он подойдет, но нет, мне кажется, он не такой, мне кажется, он слишком светлый, наверное, это есть причина, почему я не так прям часто им пользуюсь, и да, я точно помню, что кто-то написал в комментариях мне, что правильнее всего смотреть, твой это оттенок или нет, это свочить тон на шее, ну, я так иногда делаю, иногда мне просто хочется увидеть, что тон как бы сливается с цветом моего лица, а не шеи, тут уже, мне кажется, кому как, но я не знаю, я пока еще тестирую его, поэтому не могу сказать, что я прям такая, вау, это самый лучший тон, нет, нет, возможно, мне просто нужно найти свой оттенок, и сейчас я покажу вам, как он выглядит, видно, что он гораздо, гораздо более светлый, сравнивая с тоном от KVD, вот этот тон у нас от Sephora, и можно видеть, что он вообще совершенно другой оттенок, гораздо, гораздо более светлый, возможно, это и есть мой оттенок, мой тон, я не знаю, почему-то сейчас я понимаю, что, возможно, будет более темный тон, это то, что подойдет к моему цвету кожи, как вы, наверное, уже можете видеть, у меня было действительно большое количество тональных средств в прошлом месяце, а следующий тон, вернее, кушон или кушон от бренда Peach Sea, его я заказала с сайта YesStyle, я заказала это в оттенке 02, изначально я хотела заказать его в оттенке 01, но я помню, что когда я заказывала кушон или кушон от Moon, 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 что-то там, и оттенок в том кушоне, вот этот кушон от Moon Shot, у меня он в оттенке 101, и это прям вот супер-супер светлый оттенок, прям вообще не мое, я не знаю, как я так заказывала его, этот тон, вернее, кушон, он потрясающе подошел, мне как это не странно, если честно, мне бывает очень сложно попасть в точку, когда дело касается именно корейских тональных основ, но вот именно с этим кушоном, я угадала, и это здорово, вот так он выглядит, можно видеть, что он более ориентирован на европейскую кожу, нежели чем на корейскую, и вот так выглядит у нас кушон от Moon Shot, то есть в принципе они могут выглядеть одинаково, одинаково, но тон от Moon Shot гораздо более светлый, и я смотрелась как привидение, когда наносила этот тон от Moon Shot, поэтому я считаю, что продукт этот от Peach Sea, это тот идеальный продукт на каждый день, когда вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела естественно, натурально, такой как сияла изнутри тоже, он очень хорошо выравнивает тон кожи, и еще мне нравится тот факт, что чаще всего вот такие продукты не подразумевают использование какого-либо праймера, то есть я просто нанес этот кушон на лицо, пум, и макияж уже готов, то есть не нужно думать, какой праймер сделать мне, что еще нанести, то есть очень легко все, у корейцев всегда все, по-моему, легко, когда дело касается именно тона, в общем, да, я очень довольна продуктом этим, и за ту цену, за которую я его купила, это супер классное качество, поверьте мне, да, продукт этот мне очень понравился, использую его на дни, когда я хочу сделать натуральный, естественный макияж, не использую при этом целую кучу шпаклевки, если так можно сказать, далее мы пробовали с вами консилер, новый консилер от Cosas, он у меня в оттенке 1.5C, и надо сказать, что консилер этот мне начинает нравиться все больше и больше, он очень кремовый, он не ваш какой-то типичный, знаете, плотный консилер, который виден на лице, нет, это очень такой легкий, я бы сказала, естественный продукт, естественно выглядящий продукт на коже, идеален на лето, и я каждый раз пользуюсь им, и каждый раз я не нарадуюсь, мне нравится этот консилер, в принципе, я ничего больше не могу сказать, потому что консилер это и есть консилер, как бы это не тени, это просто консилер, да, он делает свою работу, не могу сказать, что он прям очень хорошо скрывает, допустим, круги под глазами, да, то есть когда что-то у вас здесь в таком синеватом оттенке, допустим, если я не так много спала, то вряд ли он перекроет это все, тогда вот если есть проблема это, я чаще всего использую уже консилер от Tarte Shape Tape, вот он перекрывает все, этот же он более легкий, и мне нравится это, это реально классный продукт. Итак, давайте перейдем теперь к палеткам теней, за прошлый месяц апреля у меня накопилось достаточно большое количество палеток теней, какие-то из них были хорошими, какие-то из них были неплохими, у меня почему-то такое чувство, что сейчас не выходит такое большое количество интересных новинок, как раньше, то есть что-то выходит, какая-то палетка теней, я смотрю на это, я понимаю, что да, такое уже было, это неинтересно, или меня это не вдохновляет, или какая-то еще другая причина, я не знаю, с чем это связано, либо потому что это такой переходный период с весны к лету, то есть еще вроде не лето, но уже как бы весна настала, и производители ждут летнего периода, чтобы какие-то свои новые коллекции запустить, очень интересно, если вы знаете, то пишите в комментариях, потому что у меня ощущение, что сейчас сфера макияжа, косметики, она как-то не такая живая, как была раньше, мне будет очень интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Итак, первые две палетки от Huda Beauty, я на них делала обзор, естественно, и надо сказать, что эти палетки мне понравились, это хорошие, такие, знаете, ежедневные палетки с очень даже, я бы сказала, отменным, хорошим качеством матовых, да, то есть это прям Huda умеет делать, конечно же, я не могла забыть про шиммеры, палетка Brown, Caramel Brown мне нравится, это, я бы сказала, типичная палетка в теплой гамме, мне кажется, таких палеток у каждой девушки найдется много в коллекции, я могу сказать точно, что шиммеры в ней достаточно интересные, хорошие, однако не без но, вот этот шиммер в этой палетке, он просто ужасен, то есть нельзя взять этот пигмент, то есть он просто делает такую ямку, ваш палец в рефиле и, в общем, никакого шиммера вы не видите, даже, ну, при свотчинге может и видно, но невероятно сложно набрать его на палец, нанести его на глаза и увидеть какой-то хороший пигмент, нет, но все остальные шиммеры, они, они неплохие, да, то есть у них есть пигмент, это определенно, я даже не знаю, я не так часто именно этой палеткой пользуюсь, как раз-таки из-за того, что мне кажется, что она не самая удачная из ее новой коллекции Brown, но палетка, однако, Toffee Brown, мне она понравилась чуть больше, эта палетка, я бы сказала, навевает на тебя мысль о том, что вот скоро лето, нужно каких-то красок добавить в свой макияж, правильно, и эта палетка представляет именно это, как раз-таки что-то красочное, то есть именно вот этот вот желтый оттенок в середине, хорошее качество шиммеров, все это смотрится очень весело, так забавно, по-летнему, надо сказать, что я в восторге больше от этой палетки, чем, наверное, от вот этой вот, да, она реально хорошо сворчится, и также она хорошо смотрится на глазах, поэтому для меня эта палетка, она стала все-таки гораздо большим фаворитом, чем ее палетка, которая называется Cremal Brown, вот мне интересно очень сильно насчет ее шоколадной палетки Chocolate Brown, если вы пробовали ее, ну и вы знаете, какое у нее качество, дайте мне знать, потому что мне хочется для себя понять, правильно ли я сделала, что купила Cremal Brown, и здесь такое качество не очень, или же мне нужно было купить именно Chocolate Brown. Мне сейчас кажется, почему-то, что вот именно коллекция такого типа у Huda, они не такие продуманные, а гораздо все-таки больше качества ты чувствуешь и видишь, когда покупаешь ее обычную палетку, ну в смысле в большом размере, типа ретроградной Меркурий или Нотти палетки, вот там качество прям огонь, и нет ни одного шиммера, как мне кажется, который бы не давал вам пигмента. В этих ее маленьких палетках-девятках, которые делаются к тому же в Китае, качество, но раз на раз не приходится. И в который раз я думаю про себя, стоит ли покупать в следующий раз ее новый релиз, когда она выйдет с такими палетками с девичью рефилами, я подумаю, честно, подумаю. Следующая палетка от Rare Beauty, ее True to Myself, палетка, которая сделана у нас в Доминиканской Республике, что уже, знаете, возникают вопросы, как мне кажется, если вы знаете, что обычно палетки делаются либо в Китае, либо они делаются в Италии, что почему Доминиканская Республика, и, в общем, когда вы начинаете использовать ее, вы начинаете вдруг понимать, что качество у этих теней, оно не такое прям шикарное и здоровское, то есть я сегодня, кстати, использовала эти тени в качестве своего макияжа, и мне нравится, как это получилось, то есть это неплохо. В этой палетке определенно очень интересный доохром, вот этот вот, то есть он прям реально доохромит, но если вы знаете, если вы встречали другие доохромы от других брендов, то этот доохром, он просто ничто, если честно, потому что он сухой, нет вот этого вот маслянистого чувства, когда вы пытаетесь сделать сводч или просто делаете макияж, да, нет, это не то качество, из-за которого я бы сказала вам, ребята, бегите в Сифору, чтобы купить эту палетку, потому что эта палетка не стоит своих денег, да, она стоит 20 с лишним долларов, по-моему, 25, но мне кажется, за эти деньги можно купить и что-то получше, покачественней, да, я сегодня делала макияж, я поймала себе на мысли, что формула этих теней, она очень и очень сухая, то есть как будто бы ты дотрагиваешься до наждачки, а не до теней, и мне это не очень нравится, то есть я уже покупаю второй раз, опять же, тени от Rara Beauty, и каждый раз я пользуюсь ими, и понимаю, что это не мое, вот как бы не нравится мне качество, это упаковка, всегда у нее супер классно, все очень здорово, миленько, но в плане качества это оставляет желать лучшего, и еще и шиммер, в смысле шиммер, склеенный глиттер в середине, мне кажется, в 21 году делать склеенный глиттер, знаете, основным таким акцентом в палетке, это немножко странно, этот глиттер у меня был потом просто по всему лицу, я даже после того, как помыла свое лицо, приняла душ, у меня все еще был глиттер на моей коже, то есть пару дней точно, как раз-таки после таких случаев, мне кажется, ты вот спрашиваешь себя, а хочу ли я пользоваться этой палеткой или нет, просто потому что, ну, сколько неудобств происходит, да, когда ты пользуешься ею, и поэтому, да, я не могу сказать, что я в каком-то восторге от нее, да, цветовая гамма, она неплохая, она реально неплохая, особенно если вы любите такие сиреневые какие-то оттенки, да, она вам понравится, но я не вижу мне ничего особенного, мне кажется, что после того, как Селена вот прям выпустила всю полную коллекцию Rara Beauty, после этого как-то, ну, все ее вот релизы, с которыми она выходит, знаете, нет такого восхищения, которое было, когда она выпустила сразу всю коллекцию, вы как думаете, вот, Rara Beauty еще котируется, как тот бренд косметики, который прям, ну, восхищает или нет, пишите в комментариях, мне будет очень интересно знать, где это реально. Следующая палетка, о которой мы поговорим, будет палетка от Too Faced Teddy Bear, какая милая палетка, когда я увидела ее на Драгмуде, я влюбилась в нее, потому что мне понравилось все от дизайна, от того, что здесь такой очень миленький мишка, до того, как эта палетка выглядит также внутри, вот так она выглядит внутри, очень такая базовая палетка с большим количеством коричневых оттенков, нюдовых, ну, в общем, все в стиле Too Faced, как мне кажется, она очень маленькая, это печально, потому что на картинке она не выглядела такой маленькой, миниатюрной, учитывая, что она стоит без скидок около 50 долларов, возникает вопрос, за что я заплатила такие деньги, понимаете? Я считаю, что качество этой палетки, оно нормальное, я не сказала бы, что эта палетка хуже, чем это, наоборот, вот Rara Beauty, я бы сказала, она не такая качественная по растушевке, как эта палетка, если честно, я пользовалась этой палеткой гораздо больше, чем палеткой от Rara Beauty, что тоже многом говорит, мне очень нравится большое разнообразие нюдовых оттенков, оно здесь потрясающе, то есть есть из чего выбрать, я бы, наверное, все-таки хотела увидеть какой-нибудь более светлый шиммер в каком-нибудь более, я не знаю, серебристом оттенке, это было бы идеально, потому что иногда, когда я делаю макияж, я не хочу искать другую палетку, где я могу взять тот серебряный шиммер, который я хотела бы, чтобы он был здесь, я считаю, эта палетка неплоха, но советую ли я покупать вам ее без скидок, без распадаж, наверное, нет, потому что она не стоит своих 50 долларов за то качество, наверное, ну не качество, я бы сказала, за ту оригинальность, которую вы ожидаете от нее, она вам просто не даст этой оригинальности, перед тем, как мы перейдем к палеткам, я хочу вам рассказать немного о средствах для бровей, которые я приобрела, первое это карандаш для бровей от Charlotte Tilbury в оттенке Soft Brown, мне он нравится, у меня сегодня накрашены брови именно этим карандашом, и надо сказать, что оттенок, он идеален, он не слишком темный, он не зеленит, он прям настоящий такой, я бы сказала, мягкий коричневый, а купила ли бы я еще его, возможно, если я буду больше пользоваться им, и я пойму, что я без этого не могу делать свой макияж, потому что все-таки брови это, ну, тоже одна из важных частей макияжа, потому что ты не хочешь, чтобы брови были какими-то и сине-коричневыми, да, или черными, когда, допустим, у тебя волосы коричневого цвета, поэтому я всегда охочусь за какими-нибудь хорошо сформулированными продуктами для бровей, и этот продукт мне понравился, реально, респект Charlotte, она это сделала. Так, следующий продукт у нас продукт от Cosas, это гель для бровей, также в оттенке Soft Brown, и я сегодня использовала его также. Если честно, мне кажется, что продукт, продукт гель для бровей этот, он немножко, немножко, совершенно капельку темноват, почему-то думала, что раз это все-таки мягкий коричневый, он будет, он не будет таким насыщенным, да, то есть можно верить, он выглядит достаточно, я бы сказала, активно, нравится текстура, мне нравится тот факт, что в этом геле большое количество разных полезных компонентов для бровей, и, однако, мне кажется, иногда я все-таки предпочитаю использовать свой проверенный дешевый гель для бровей от Elf, в оттенке, по-моему, тауповый оттенок, и вот он прям вот идеален в том плане, что он тауповый, настоящий тауповый оттенок, то есть он идеален для тех, у кого, допустим, блондинистые волосы, и он светлый, у него нет никакого темного-темного такого пигмента, поэтому хороший продукт, я буду им пользоваться, и я подумаю, хочу ли я, захочу ли я приобрести его еще раз или нет. Далее, самое интересное, пришло время поговорить о моих покупках продуктов для лица, начиная от румяна, заканчивая бронзерами. Хайлайтером, кстати, ребят, я купила, я не смогла удержаться реально, хайлайтер от Becky, так как они скоро закрываются, это компания, я не смогла, ну знаете, не взять что-то, что будет напоминать мне о таком бренде, как Becca, и я взяла их самый знаменитый хайлайтер в оттенке Champagne Pop, и сегодня он на мне, кстати говоря, есть, это такой легкий оттенок золотинки. Мне почему-то казалось, что Champagne Pop, он не такой золотистый, я почему-то думала, что он хотя бы имеет в себе немножко, немножко серебринки, так, наверное, все засвечивает, и вот так выглядит хайлайтер, если вам интересно, очень классная формула, я прям в восторге, если честно, очень часто я, когда наношу хайлайтер, я вижу, как бы сказать, что он наносится не совсем равномерно, что на коже он некрасиво смотрится, но не в этом случае формула у Becky, это вот то, чем они знамениты, это 100%, я не знаю, видно ли вам или нет, но у него прям такой очень активный золотистый потон, и я не знаю, нравится ли мне это лично, мне кажется, я пробовала другой немножко оттенок, может быть, это был Prosecco Pop, не Champagne Pop, в общем, посмотрим, но мне нравится, как он смотрится, очень часто хайлайтеры вот в таком золотистом оттенке могут быть слишком золотистыми, как, допустим, у Анастасии Барберли Хилл с ее новым хайлайтером, вот там прямо золото-золото, этот он более носибельный, как мне кажется, и это здорово. Итак, следующее, что мы с вами видели в моих обзорах, это палетка от Physicians Formula, Physicians Formula, вот, All Star Palette, я наконец-то увидела ее на полках магазина Walmart, и я решила взять ее, потому что я давно за ней охотилась, скажу сразу, мне понравился этот хайлайтер, он суперактивный, то есть он настолько блестящий, что это невозможно, подождите, оу, окей, изначально он был очень блестящий, потом, однако, через буквально пару применений, вот это все белое, оно исчезает, и хайлайтер становится таким обычным елизом, я бы сказала, хайлайтером, таким сатиновым, то есть, я не знаю, видно ли вам, нет, но ничего необычного в нем нет, изначально я прям была в восторге от него, он был таким прям, воу, я взяла, наверное, эту палетку именно из-за бронзеров, все остальные продукты, они, ну, неплохие, да, то есть, не знаю, бронзеры это то, что мне нравится в этой палетке больше всего. Далее, мы не можем не поговорить с вами про бронзер от Gucci в оттенке 01, если честно, я использую его намного чаще, чем я думала, я буду его использовать, наверное, мне он все-таки нравится, чем не нравится, потому что, когда я делала первые впечатления об этом бронзере, я сказала, что он немножко рыжит, но сейчас я не стала наносить его очень прям много, да, буквально немножко, чтобы выделить вот эту часть, и сегодня на мне как раз таки этот бронзер, и я хочу заметить, что если не наносить этого бронзера очень прям много, вот так вот, вот так вот, то тогда это смотреться будет чуть получше, тогда не будет видно вот этой вот рыжевизны бронзера, Я думаю, что мне он понравился, это был мой самый дорогой бронзер в моей коллекции Я думаю, что я бы дала этому бронзеру где-то 9 из 10, просто потому что это Gucci Все-таки я чувствую и вижу эту шелковистую текстуру, как он хорошо наносится, какой он мягкий и в общем красивый, люксый Ну можно много разных прилагательных сказать об этом бронзере Я считаю, что если вы очень такой искушенный бьюти-голик, то вам нужно попробовать этот бронзер, потому что это все-таки немножко другой уровень косметики Gucci это получилось, создать косметику, дорогую косметику, которая любима всеми Которая, знаете, не просто cash grab, лишь бы заработать денег Это реально люксовая косметика, которая хороша, которой приятно пользоваться, самое главное И которая заставляет тебя чувствовать гораздо более женственной А это, мне кажется, то, что мы все любим, когда пользуемся косметикой, не так ли? Поэтому я считаю, что этот бронзер, к нему нужно привыкнуть, к оттенкам Оттенки очень странные в линейке этого бронзера от Gucci Но, насколько я знаю, второй оттенок, он, по-моему, не такой рыжий, как первый, который у меня Поэтому, если вы реально думаете о покупке этого бронзера, посмотрите видео на ютюбе Их много, и вы поймете для себя, какой оттенок лучше Другой бронзер, который я приобрела также в прошлом месяце, это бронзер от NARS в оттенке Laguna Напомню, бронзеры от NARS, они очень почитаемы среди бьюти-комьюнити Многие очень говорят, что именно оттенок Laguna это самый идеальный оттенок вообще в линейке NARS То есть он не слишком коричневый, не слишком рыжит, то есть идеален Текстура этого бронзера, она просто, как, знаете, как масло Он очень вкусно пахнет, такой сладковатый аромат Я бы сказала, немножко даже похож на аромат Gucci, что-то в этом есть И вот таким образом он смотрится Я использовала его, наверное, пару раз точно И я хочу сказать, что это очень легкий в использовании бронзер Хоть он и может выглядеть текстурой, с которой будет сложно работать, да На самом деле это не так Я наношу его обычно бьюти-блендером и растушевываю немножко И все, бронзер готов Он очень быстро впитывается в вашу кожу и становится пудрой на вашем лице И это как раз таки то, что, мне кажется, многие обожают, когда дело касается вот таких вот кремовых текстур Потому что мы все любим, когда кремовые текстуры становятся пудровыми текстурами таким образом Ну, в общем, это все не будет отпечатываться нигде, особенно на телефоне Этот бронзер я буду, мне кажется, использовать большое количество раз еще И особенно в сочетании с кремовыми румянами, мне кажется, это смотрится еще лучше Советую вам прикупить его, если вы где-то его найдете, потому что, ну, он реально стоит Не то, что хайпа, а просто денег, которые вы за него платите Мне очень интересно, когда он будет опять в стоке в сифоре Следующий продукт, это у нас румяна от Melt в оттенке Honey Thief И эти румяна у меня очень даже хорошо использованы Я даже сегодня их использовала также Мне очень нравится оттенок Сейчас, когда я его свочила, он прям как будто птает Когда я до него дотрагиваюсь, просто посмотрите, он реально как масло тает сейчас Это очень странно, я не видела до этого, чтобы продукт таял, когда вы только дотрагиваетесь до него Момент, который вы должны знать, ребят, об этих румянах, это то, что в составе имеется диметикон Я была в шоке, но это факт И я такая, почему об этом никто не говорит, почему все говорят, что они такие хорошие, они долго держатся Наверное, как раз-таки из-за этого небольшого количества жидкого силикона, возможно Да, ребят, если вы знаете, зачем в кремовых румянах у нас диметикон, дайте мне знать Но на самом деле это не заставляет их выглядеть хуже в моих глазах Потому что я как любила их, так и буду еще любить, использовать и как можно чаще Потому что сейчас кремовые румяна это тренд Сейчас мы поговорим немножко о волосах, об уходе за волосами Я на днях получила свою посылку с Sephora И я приобрела вот такой набор от Wow Hair И самое интересное, что этот продукт является выбором журнала Allure 2019, что круто И что представляет это из себя? Это представляет из себя спрей Спрей это моя любимая формула, когда дело касается того, что я наношу на свои волосы Это спрей, который делает так, что ваши волосы становятся супер гладкими Ну, в общем, волосы не выглядят какими-то неопрятными вот именно в этой части Если честно, то, на что я сейчас обращаю больше внимания, чем раньше Потому что сейчас я прям хочу ухаживать за волосами как можно лучше Чтобы они выглядели, как будто бы я только из салона вышла И именно поэтому я заинтересовалась этим спреем Отзывы на него просто шикарные Но помимо этого спрея еще в составе, в составе, в коробке мы находим вот этот спрей Также от бренда Wow Hair Спрей используется у нас, получается, перед мытьем волос Таким образом он помогает вам вымыть ненавистную краску из волос Я так понимаю, что-то вроде того В общем, я еще почитаю про этот спрей, это как шло в подарок Я, надо сказать, в восторге от него То есть я прям реально увидела, что мои волосы, они стали гораздо более управляемыми Я высушила их феном, это и нужно для того, чтобы активировать этот спрей И они прям как будто после кератина, что-то вроде того Я бы сказала так Вы, наверное, даже можете видеть, что они выглядят очень такими здоровыми Выпрямленными То есть я использовала плойку, понятное дело Но у меня очень часто, что? У меня здесь много разных таких baby волосков И они постоянно, постоянно видно их В общем, да, это мне не нравится И я думаю, что это останется у меня в ванной на долгое время Потому что я планирую пользоваться этим долгое время Следующее, что я приобретала на сифоровской распродаже Это вот такой спрей от Bumble & Bumble Это BB Head Dressers Invisible Oil Это праймер для волос с большим количеством не только разных масел, полезных для ваших волос Но еще и много разных других интересных, знаете, компонентов в этом спреи Я использовала его, я бы сказала, три дня подряд И я увидела, реально увидела, что мои волосы, они стали гораздо более приглаженными То есть они выглядят гораздо более красиво, я бы сказала так Отзывы прям зачетные То есть я поняла, что, наверное, все-таки я правильно сделала, что заказала И последнее, что я приобрела в этом месяце Это заказ я сделала с E-Style То есть у меня был их Rice Toner То есть это рисовый тонер в таком потрясающе белом цвете Это как молочко То есть ты спалтываешь его, и цвет становится гораздо более однородным И я прочитала, что, оказывается, лучше всего использовать этот тонер с сывороткой Я купила сыворотку рисовую тоже И мне нравится Сегодня я использовала и рисовую сыворотку, и тонер И с момента, когда я использовала вот именно этот тонер Просто даже без сыворотки Я увидела, что кожа стала как будто бы более светлее Она стала выглядеть лучше Последнее, что я приобрела на Sephora в последний день распродажи Это набор Вот так вот он выглядит В этом наборе есть все, чтобы ваше лето прошло хорошо и гладко Начиная от солнцезащитного крема в форме как будто бы сыворотки То есть именно этот солнцезащитный крем Или Sun Shield Liquid Sun Shield от Dr. Brand Он и делает этот набор То есть если вы захотите купить его на Sephora Он будет стоить в размере 40 долларов Тогда как за всю эту сумочку С как минимум тремя продуктами, которые в полном размере Я заплатила как раз таки 40 долларов Многие сказали, что они купили этот набор именно из-за крема У меня как раз таки заканчиваются мои солнцезащитные кремы И это всегда здорово пополнить свою коллекцию солнцезащитных кремов Следующее, что мы здесь видим Это тушь в полном размере от Tarte Surfer Curl Не уверена, насколько эта тушь прям хороша Я не помню, насколько хорошие отзывы о ней Также мини-размер вот такого спрея от Urban Decay Также мы видим мини-размер, опять же, крема от Sol de Janeiro Мы видим полный размер блеска от Nars В оттенке, если не ошибаюсь, он называется Gazm Я еще даже его не пробовала Может быть, стоит сейчас попробовать его О, он очень вкусно пахнет Вау Очень мягкая текстура у этого блеска Чем-то напоминает мне текстуру от Rare Beauty Их блесков Блески от Rare Beauty мне нравятся сто процентов Примерно похожи в формула Очень комфортно будет в носке, как мне кажется Далее мы здесь видим мини-скраб от вот этого бренда Называется он, по-моему, OY Или OY В общем, да Американский бренд И также мини-размер румян кремовых от Milk Makeup Я ни разу не пробовала румяна от Milk Makeup Я слышала очень много хороших отзывов о них И это у нас оттенок Verge То есть они могут использоваться и для губ, и также для щек Что здорово Последнее, что я хочу вам показать Это какая интересная текстура у этого крема Ну, то есть крема-сыворотки солнцезащитного И для меня это было открытием найти что-то, что будет именно в такой консистенции Я бы сказала, что я вижу какое-то сияние кожи изнутри, исходящее Использую как раз-таки этот крем солнцезащитный И здесь SPF 50 Что редко можно найти в американских производителях Обычно они дают вам где-то 30, 35, 25 Примерно так, да Здесь же 50, и это корейский бренд Поэтому я больше чем довольна Потому что крема солнцезащитный очень важны Особенно в начале лета И да, ребята, такое на сегодня было видео Где я рассказала вам о своих покупках апреля Что понравилось мне, что не понравилось Также я рассказала вам о покупках Потратив деньги, на которые я немножко жалею об этом В общем, мне кажется, это было очень интересное видео Если вам нравится оно, то обязательно поставьте лайк Оставьте комментарий внизу Мне будет очень интересна ваша активность И мне, знаете, очень интересно узнать сегодня Спросить у вас, какие у вас планы на майские праздники Собираетесь ли вы делать шашлыки Собираетесь ли вы ходить на пикники Собираетесь ли вы сидеть дома Или же ваш план это увидеть как можно больше друзей Насколько это возможно Пишите в комментариях Обязательно мне очень интересно узнать У кого какие планы на майские И, кстати, я не знаю, буду ли я постить видео На этой неделе еще или нет Я постараюсь обязательно Потому что мы через, получается, день Поедем своим ходом И я постараюсь обязательно закинуть видео Какое-либо, чтобы это было интересно Чтобы вы меня не теряли Вот, поэтому, да, ребят Я желаю вам прекрасного дня Хорошего настроения Идеальных макияжных дней Ждите мой влог совсем скоро Я прощаюсь, ваша Юля Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok